Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У меня пока ролик закачивается. Долго будет качаться. Я сегодня, знаете как? Называется ролик «Ночная прогулка к собакам по американской деревне». Ну, не совсем ночная, предрассветная, но всё равно темно. Вот. И я в темноте попробовал поснимать. Правда, у меня ещё на голове фонарик был такой. Ну, в общем, видно, как ни странно. Ну, вообще так, ночью интересно посмотреть на нашу деревню. Вот. А пока я вот этот ролик запишу, то есть пока тот качаю, этот запишу. Значит, во-первых, меня тут поздравили с еврейским Новым Годом. Да, действительно, еврейский Новый Год. Шана Това. Всех евреев, кто меня смотрит и кто поддерживает. Вот. Я немного еврейских праздников знаю. Ну, есть совместные, там, типа Песах. Вот. Есть Ханука. У меня про Ханку даже стихи есть, как мы почитаем. Вот. Здесь много евреев. Ну, приобщаешься. Да. У нас и в институте тоже в группе очень много евреев. Так что я немножечко еврейства знаю чуть-чуть. Так. Ну, ладно. Поздравили. Теперь вот у меня здесь вот новый фолдер. Я открыл и сейчас всё пооткрываю и вам почитаю, что я сегодня тут такое, значит, поднашёл. Ой, мне прислали такую информацию интересную. Оказывается, Саратов вошёл в шестёрку в самых хулиганских городов, в самыми опасными ночными улицами. Вот то, что я говорил, что здесь я гуляю ночью. Совершенно безопасно. А Саратов, что интересно, из шести городов два волшстях. Это Волгоград и Саратов. Ну, ещё Пермь, Челябинск, шахты Ростовской области и Омск. Лидер безопасности стал Грозный, конечно. Ну, блин. Вот они эти все рейтинги. Ну, в Саратове на самом деле опасно. Ладно. Теперь что ещё? Вот тут вчера я начал смотреть. Меня смех разбирает. Сотника, да? Сколько он? Сейчас посмотрю. Час тринадцать. Он рассуждал о том, какой плохой Навальный и какие плохие люди, которые его ругают за то, что за то, что он ругает Навального. Я не могу это целый час из жизни вытянуть. Бог знает на что. Ну, сотник. В общем, начинал он хорошо. Ну, дальше. Это называется мракобесие. Ребят, вот такое слово мракобесие. Вот. А вот это вот уже бесомракие какое-то. Знаете что? А этот самый Николай Басков и Филипп Киркоров создали новый ролик и за первые сутки набрали там миллион просмотров. Сейчас уже почти два. Ребят, это АТАС. Вот это, знаете, главное детям не показывайте, потому что психика может не выдержать. Это такой идиотизм. Это просто вот, ну, я не знаю. Не с чем сравнить. Гадость, откровенная пошлость. И все такое. В общем, докатились они. Ну, в принципе, они давно катились. Ну, докатились. Наконец-то. Это к событиям в российском... В России. В российской эстраде. Потом вот в Южном Бутове, день города был, и салют сделали, вот тут вот снимки, да. В общем, все вот эти, как его, в шутихе, или как их отлетают, и все загорается. И такой грохот стоит. И, в общем, зачем? Зачем вот все это? Можно и травму получить, наверное. Ну, это, конечно, градус большая. Я вспоминаю в Саратове. Под Новый год все время вот идешь просто по улице, и мальчишки под ноги бросают вот эти вот бабахающие вот эти вот штуки. Здесь бабахают, но только вот раза четыре в год. Вот. Ну, на Новый год бывает. Не на Новый год. Ну, на Новый год тоже. На Рождество в основном. Здесь Новый год как-то так не очень. Ну, хотя да, празднуют, читают. Десять, девять, восемь, семь в прямом эфире. Вот. Это и есть. Ну, в общем. Ну, еще на День независимости. Форсов Джулай. Тоже. Ну, это так вот культурненько. Ну, где-то в одиннадцать они уже заканчивают. Такого безобразия нету. И по поводу безобразия. В общем, есть такой Павел Шиплин. Вот он сегодня рассказывает про ролик другого урода под названием «Нью-Йорк. Ржавая помойка». Назар Ильшев. Я почему сюда попал? Смотрите, вот тут мне тетя одна какая-то пришла, да, сегодня. И я столько сегодня удалил матершинников и вообще просто придурков, да. И вот, значит, мы с одной женщиной переписываемся. Она говорит, я вот хочу ребенка отвезти в Америку, да. А тот, нет, вы сначала ролики шипили на... не шипили на вот этого Ильиша, вы посмотрите. Ну, я пошел смотреть. Зашел, сразу вышел. Ну, гадость, ребят, гадость, где угодно можно найти. Он нашел, вот в частности, нашел самый плохой район Нью-Йорка. Вот. А в этом плохом районе самую дурную улицу. Вот он ее снимает. И проецирует это все на Америку, что вся Америка такая. Вот такая грязь и все такое прочее. И у нас тоже убитый асфальт. Ну, и что? Я вспоминаю свою Сибирь, где разбомбили там Уралами нашу дорогу. И там вообще никак не проедешь. Ну, в общем, вот, ладно. И вот сколько вот гадости, да, сколько гадости. И то поддерживают, и упадают. Как же, как же, вот нам этого не говорят. А на самом деле в Нью-Йорке живут хуже, чем в какой-нибудь там деревне Гадюкино. И вообще там ужасно. И вообще к пиндосам не езжайте. Люди-то ведутся на это дело. Ребята, ведутся еще как. Вот мои две дочки. Ну, повелись. Считается, что совсем плохо. Папа там живет. И, в общем-то, тем более, что Америка – это враг России. Номер один. Вот. Ну, не знаю. Может, внуки поумнее будут. Ну, я не знаю. Не то, что сомневаюсь. Хотел сказать, сомневаюсь. Ну, не буду сомневаться. Буду надеяться на то, что внуки ко мне сюда приедут, будут жить. И станут настоящими американцами. Ребята, а вы не сомневайтесь. Вот сколько вы меня смотрите, да. У меня ни разу не было проколов, что я сегодня наврал, а завтра другое говорю. Я просто вот говорю правду. Ну, так как я ее вижу, естественно, да. Из моих уст, как говорится, вы видите Америку. Хватит смотреть на мир глазами Синькевича. Помните эту Ковенскую шутку. И вам тоже хватит смотреть на мир моими глазами. Приезжайте, смотрите своими. Всего вам хорошего. До свидания. Доктор Влад, с вами в воскресенье.